Здравствуйте! И позвольте побастричить, что в имени тебе моем, или не пора ли взять за вымя, господина Бастрыкина. Именно сегодня на эту тему мы разговариваем с ответственным секретарем Независимого Совета по правам человека, Натальей Перевиной. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Что же вам то Шувалов не угодил, то теперь Бастрыкина? Рассказывайте, вы досье на него собираете? Мы, собственно, уже собрали досье. Рабочая группа при Независимом Совете по правам человека собрала досье на господина Бастрыкина. И оно уже было отправлено в рабочую группу в США на предмет рассмотрения его для включения в список магнитского. А что в этом досье? Там что-то секретное, что-то убийственное, страшное, тайное? Нет, никакой страшной тайны там нет. И, собственно, по закону, закон Магнитского предусматривает это и правило, связанное с включением дальнейшим людей в список Магнитского. То, что можно предоставить информацию из массовой информации, то есть из открытых источников, собственно, что мы и сделали. Мы это систематизировали, то, что, в общем-то, в широком доступе имеется по профессиональной деятельности господина Бастрыкина. Это и тот факт, что под его руководством СК сейчас проводят репрессивные действия в отношении лидеров оппозиции Навального, Удальцова, как мы знаем. Также увеличивается, все увеличивается количество, к сожалению, людей, которые находятся под арестом по событиям 6 мая. Но основной эпизод, который мы детально разобрали, так сказать, в этом досье, это эпизод с замом главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым. — Это когда его вывезли в лес? — Совершенно верно. Это когда летом он был вывезен в лес, и с ним произошла некая беседа между ним и господином Бастрыкиным, в которой он угрожал жизни Сергея Соколова, в чем он признался, что ли, то, что он подтвердил, я имею в виду, Сергей Соколов, потом неоднократно в своих интервью. И, собственно, косвенно, по крайней мере, вывоз к Сергею Соколову в лес подтвердил и сам господин Бастрыкин. Собственно говоря, здесь очень хорошие основания у нас для серьезного рассмотрения той стороной его для включения в список, потому что стоит заметить, что нам стало известно, что та сторона, буду так это называть, будет максимально узко, я так полагаю, по политическим причинам рассматривать, точнее, интерпретировать понимание нарушения прав человека. А в список люди будут включаться именно на этом основании, на основании того, чтобы были нарушены права человека тем или иным чиновником, будь то судьей и так далее. Вот в данном случае его действия по отношению к Сергею Соколовой, они, в общем-то, довольно серьезно нарушают права человека. На наш взгляд, что мы, в общем-то, детально и обосновали в нашем вот этом досье. А оно большое, обширное досье? Оно достаточно серьезное, потому что мы очень хотим, чтобы у нас был успех в этом отношении, поэтому мы максимально проделали работу за ту сторону даже в смысле переводов, интервью господина Соколова, открытых письм, все, что было связано с этим вот конкретным эпизодом с замом редактора новой. Наталья, но ведь вы прекрасно понимаете, что все это дело 6 мая, оно инициировано определенным человеком, человеком, который нелегально занимает сегодня пост президента Российской Федерации, господином Путиным. Почему Бастрыкин? Почему не конкретный заказчик всего этого безобразия? Почему досье не на Путина? К большому сожалению, приходится учитывать политические реалии. На этот момент никакой список, где будет упомянут президент Российской Федерации, не будет рассматриваться серьезно в США, потому что просто это невозможно. И вообще даже те серьезные, так сказать, противодействия, которые мы видим с той стороны, указывают на то, что, конечно, США, как бы ни казалось как раз здесь тем, кто смотрит Первый канал, что там агрессивные действия, вот уже потенциально, вот они прямо уже совсем на пороге. Американские солдаты стоят вооруженные у нас здесь, в России. Анексируют и оккупируют. Да, на самом деле там никто совершенно в Вашингтоне не хочет никаких конфликтов с российской стороной. Им это тяжело, им сейчас это не нужно. Вот это то, что знаем мы, те, которые ситуацию знают, может быть, чуть-чуть лучше, чуть глубже ее понимают. И поэтому даже с этим списком у нас будет непростая история, безусловно. То есть мы максимально хотим использовать вот эту, на наш взгляд, очень хорошо сложившуюся для России, на самом деле, ситуацию с законом Магнитского, потому что, к сожалению, все эти чиновники, все эти пехтины, все эти бастрыкины плевали на мнение своего народа. Им важно, чтобы по-прежнему они имели возможность путешествовать, иметь свои счета, иметь свою собственность за рубежом. Вот если мы потихонечку сумеем их как-то этого лишить, вот этой радости жизни, да, которую, я уверена, здесь они не видят и не чувствуют. Вот здесь они работают, они на вахте, а там они живут, да, их семьи там и так далее. Если мы этого будем потихонечку их лишать, то, возможно, и, так сказать, какие-то, что-то новое о стране наконец-то начнут происходить, какие-то подвижки. А вот вам скажут, возразят ваши оппоненты, опять вы рассчитываете на поганый госдеп, опять на этих врагов, что сами не можете разобраться. Зачем туда ездить, шакалить, как там Владимир Владимирович говорит? Вот Гудков недавно съездил, сразу же начались неприятности. Зачем? Может быть, самим каким-то образом? Хотелось бы самим. Пока, к сожалению, как мы видим, не получается. Слишком серьезные, мощные и далеко, так сказать, уже проникавшие щупальцы у этой системы. К сожалению, пока здесь противодействовать беззаконию очень сложно, практически невозможно. Поэтому, собственно говоря, мы не то что обращаемся туда за помощью, опять же, там, придите, там, устроите, помогите нам устроить здесь революцию, смести там сидящих в Кремле и так далее. И вот мы сейчас сядем на их место. Об этом же речи совершенно не идет. Собственно, опять же, это совершенно точечные, совершенно, так сказать, локализированные действия, визовые и вот эти экономические санкции, которые, наверное, уже повторюсь, могут быть очень эффективными. Именно потому, что люди, о которых мы говорим, Пехтин и так далее, Бастрыкин, они псевдопатриоты. Они не настоящие патриоты России. Я в этом глубоко убеждена. Поэтому, основываясь на том, что Россия ратифицировала Европейскую конвенцию правом человека в 98-м году, о том, что Россия не имеет права играть по каким-то другим правилам, ратифицировав эту самую, например, конвенцию, собственно, действия вот этих людей должны быть проанализированы и, так сказать, попадать под оценку именно в контексте международных стандартов поведения, в частности, чиновников. Поэтому, собственно, мы в нашем досье обосновали наше предложение включить господин Бастрыкин в этот список и нарушением статьи 2-й и 10-й Конвенции Европейской по правам человека – это право на жизнь и свобода самовыражения. И также тот факт, мы упомянули, что, возможно, в его действиях усматриваются признаки, по которым другой бы человек, наверное, попал под статьи 119, если у меня, кстати, записано. 119, 144 и 286 – это Уголовный кодекс РФ, угроза убийством, воспрепятствия законной профессиональной действии журналиста и превышение должностных полномочий. Что случилось здесь? Случилось следующее. Эти материалы нам тоже были предоставлены, мы их, соответственно, переправили по назначению. Господин Навальный Алексей подал заявление по факту вот этого совершенно беззаконных действий господина Бастрыкина в генпрокуратуру. Генпрокуратура передала его заявление в СК, и СК ему успешно отписались о том, что никаких оснований для проверки по этому факту не имеется. То есть СК сами сказали, а мы не виноваты, о чем вы вообще, ребята? Рука руку моет. Естественно, то есть здесь абсурд даже в этом. И мы на это тоже обратили внимание в нашем досье, ну абсурд, ну что говорить, да? Наталья, ну хорошо, допустим, вы победили, Госдеп сказал, все, Бастрыкин, ты теперь в списке Магницкого, никуда не поедешь. Большая ли победа, велика ли она? Думаю, что достаточно серьезная, потому что все-таки он достаточно мощная, влиятельная фигура на сегодня. Известно, что он и близкий товарищ Путин еще там по молодости и так далее. И человек, который, мне кажется, вот это моя личная оценка, вот именно моя личная, человек, который чувствуется абсолютно безнаказанным вообще на ближайшее будущее. Он чувствует, что никакого наказания он не понесет никогда. Он в этом абсолютно убежден. Очень хочется это начать переламывать. И поскольку, вот, к сожалению, так сложилась ситуация, что действительно он прав в том, что он здесь наказание никакое, ни за какие свои действия. Будь то репрессивные действия в отношении оппозиции, будь то вот этот вывоз журналиста несчастного, который просто делал свою работу в лес и угрозы в его адрес о том, что там голова у тебя будет валяться здесь, а ноги будут валяться в другом месте. Он уверен, что он за это не понесет никакого наказания. Вот хочется это хоть как-то, хоть чуть-чуть изменить. И даже такой вот ценой, которую мы уже, кто-то из нас уже, так сказать, это почувствовал на себе, кому-то еще предстоит. Что мы там агенты Госдепа, что, соответственно, включая господин Бастрыкина, предлагая его в список, мы там... Мьете воду на мельник? Конечно, и мы самые страшные предатели Родины, наверное, и так далее. На самом деле, я лично, и я знаю, что мои коллеги, в общем-то, абсолютно из этого уже исходят, мы это делаем как раз для того, чтобы наша страна имела возможность жить по-другому. Чтобы в ней не было таких, как Бастрыкин, чтобы в ней нормально могли работать журналисты, чтобы не преследовали людей за то, что они выходят на митинги, в общем-то, ну и так далее. Что сейчас есть все полностью озвучивать. Но мы исходим исключительно из этого. Последний вопрос, самый последний вопрос. Мы с вами говорили в прошлом году о миллионах Шувалова. Вы так много интересного рассказали и показали. Дело сдвинулось? Шувалову что-нибудь за это было? Я знаю, что там потенциально могли быть некоторые действия, какие-то другие, приниматься решения в его, значит, ситуации на самом высшем уровне. Это какая-то такая кулуарная информация, конечно. Но вот между тем, конечно, ничего не произошло, его не сместили, его не уволили, к большому сожалению. Но это, опять же, симптом ситуации целиком, на мой взгляд. Мы, конечно, все равно не останавливаемся. Я сейчас собираюсь еще один материал в ближайшее время предоставить на суд общественности, связанный с ним. Но, собственно, конечно, надежда невелика, что в России что-то по таким коррупционным делам, которые касаются таких серьезных фигур на политической арене сегодня, как господин Шувалов, что что-то по ним может реально произойти. К сожалению, нет. Но, опять же, о чем вообще говорить? Если господин Бастрыкин позволяет себе вот такие действия, то Следственный комитет, соответственно, никогда не будет серьезно заниматься никем из серьезных политических фигур, членов правительства и так далее. Это же совершенно очевидно. Это может быть не одна группа людей, но, мне кажется, мыслят они все одинаково. И вот эту безнаказанность они все чувствуют в одинаковой степени. Поэтому, к сожалению, в самое ближайшее время нам каких-то серьезных здесь разбирательств по серьезным крупным коррупционным делам, видимо, ждать не приходится. К большому сожалению. Спасибо вам большое, Наталья, за ответы на эти вопросы. Итак, как бы ни помогала нам заграница, а собственные проблемы придется решать все равно самим. Смотрите предвестник. Продолжение следует...